Приветствую на канале Тапок на вписке. Сегодняшний выпуск будет посвящен созданию ракет на карамельном топливе. Есть много способов сделать ракету, но мы расскажем о самых простых и самых доступных из них. Конечно же, результат трудов будут оценивать два независимых эксперта Чип и Дейл. Они нам будут помогать в течение всего процесса. Поехали! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! Карточкой растираем его по всей длине листа. Сворачиваем не спеша, чтобы не получилось складок. Когда скрутили первую полосу, наносим немного клея ПВА и равномерно его растираем. Прикладывать второй лист бумаги нужно так же, как это делают маляра, когда клеят обои. Стык в стык. Качественная болванка, качественный полет. Дальше продолжаем ту же процедуру, что и делали первый раз. Растираем клей и снова наматываем бумагу. Три полоски бумаги дадут толщину стенки 1,5 мм. Следовательно, внешний диаметр двигателя будет 20 мм. Края двигателя убираем с помощью канцелярского ножа, с расчетом, чтобы высота гильзы была 80 мм. На следующий день, когда цилиндр засохнет, можно его снимать. Если все сделать правильно, на бумаге не будет ни единой складки, а края будут ровные, как доктор прописал. Теперь переходим к следующему этапу. Создание карамельного топлива. Для этого понадобится калевая селитра. Купить ее можно в цветочном магазине. И в пачке она почему-то всегда слежавшаяся, ее нужно измельчить. И пальцами ее желательно лучше не трогать. Гадость это. Берем у соседа кофемолку, желательно помощней, и помещаем туда куски порошка. Будем говорить, что делаем торт. Всю процедуру желательно проводить в перчатках и в респираторе. 20 секунд помола в центрифуге вполне достаточно, чтобы превратить порошок в белую пыль. Чем мельче измельчим, тем эффективнее будет горение топлива. Чтобы перемолоть пачку в 400 грамм, понадобится 3-4 подхода. Пора это все поместить в банку в ожидании следующего ингредиента. Сахара. Сахар это неотъемлемая часть любой карамельной ракеты. Вместо него можно использовать сорбит, но он стоит в разы дороже. Вслед за селитрой отправляем в кофемолку и сахар, превращая его в сахарную пудру. Кофемолка отлично справляется с этими заданиями. Дальше самое интересное. Нужно смешать ингредиенты в нужной пропорции. Одна часть сахарной пудры и полторы части селитры. Если селитры будет больше, топливо будет более активное. Вес указанный на упаковке 400 грамм. Теперь проверяем это. Высыпаем содержимое и смотрим на результат измерения. 391 грамм. В принципе не надурили. Теперь этот вес делим на полтора. И получаем количество сахара, которое нужно добавить к селитре. 260 грамм. Замеряем нужный вес и смешиваем два компонента вместе. Для дальнейшего перемешивания. Засыпать все лучше в банку побольше. Но у меня такое не оказалось и литровой банки было маловато. Но ничего. Небольшими движениями все-таки удалось это все перемешать. Проверим как оно будет работать на практике. И как пелцой. Короче цой жив. Дальше нам нужно сделать сопло для двигателя. Для этого воспользуемся кошачьим наполнителем. Мне попался бракованный, потому что половина зерн из них была твердая, половину мягкие. И передо мной стала задача перебрать весь этот кошмар. Теперь переходим к набивке двигателя. Приготовленную заранее гильзу помещаем в специальную струбцину. Которая будет сдерживать давление, когда мы будем набивать топливо вовнутрь. Хорошо закручиваем болты и готовимся к набивке. Набивать будем тем же устройством, на которое накручивали гильзу. Оно вставляется на стержень, который называется унтерзац. Когда уровень набивки достигнет высоты стержня, вход пойдет в стройнабиватель. Без дырки. Насыпаем кошачий наполнитель. В принципе, вместо него можно использовать другие материалы. Например, клей для плитки. Только преждевременно его нужно смочить водой, чтобы он хорошо трамбовался. Также можно использовать глину от кирпича. Но это достаточно дорогое удовольствие, так как сверла слизываются в ноль. Пищевая фольга и косметическая белая глина также подходят для этого дела. Набивать нужно с такой силой, чтобы соседи стучали по батареям и кричали «Остановись, гаденыш!». Ты останавливаешься, засыпаешь пороха в двигатель и продолжаешь дальше настукивать drum and bass, пока жандармы не приехали. Заглушку можно сделать картонной. Залить при этом сверху клеем и ждать, пока оно засохнет. Но самым эффективным способом есть набивка тем же кошачьим наполнителем. Хоть вес двигателя при этом получается чуть больше, но на этом можно закрыть глаза и набивать именно таким способом, потому что так делать проще. Раскручиваем хорошо закрученные болты и снимаем деревяху. Вот оно чудо! Только из-за хорошей трамбовки снять этот двигатель не так уж и просто, потому приходится его прокручивать и мало-помалу снимать. Чем хорош наполнитель для КТ? Тем, что он не высыпается после трамбовки. И хорошо держится что с одной стороны, что с другой стороны. Глина от кирпича тоже неплохо себя показала, но она сыпется. Итак, переходим к следующему этапу, создание корпуса для ракеты. Внутренний диаметр корпуса должен быть 20 мм. Трубка у меня размером чуть меньше, потому сверху намотана газета, чтобы добиться нужного диаметра. Наматывать нужно как можно плотней и как можно ровней. И смотрим, чтобы края не съезжали, а то получится бумажный стакан для семечек. После того, как корпус намотан, отрезаем кусочек скотча и фиксируем газету посредине. Ту же процедуру делаем по бокам, только скотч клеим к краю газеты. Проворачиваем корпус и газета соединяется там, где она должна соединиться. Это нужно для дальнейшего ламинирования. Это делается с помощью длинного куска скотча, который приклеивается вдоль всей газеты. Конечно, красивее был бы цветной скотч, но у меня такого не оказалось. Ракеты красного и зеленого цвета хорошо видны на фоне неба. Ну да ладно. Сам способ ламинирования достаточно простой. Прокручиваем корпус и все само приклеивается на свое место. Так как ширина липкой ленты не способна охватить весь диаметр корпуса, то же процедуру проделываем с другой стороны. Подобная процедура придает прочности ракете, и она не сломается во время полета. Но лить ПВА туда не стоит, потому что от ПВА бумага становится мягкой и ее со временем ведет. В общем, корпус станет кривой, как нос у Стивена Фрая. Вынимаем намоточную трубку и смотрим на результат работы. Если все правильно сделать, то под слоем липкой ленты не будет видно ни единого пузыря. Этот способ самый простой, быстрый и дешевый. Он позволяет в течение получаса сделать около 20 заготовок для ракет. Теперь перейдем к стабилизаторам. Делать их будем из картона, потому что он доступен в любом канцелярском магазине. Нужны они для того, чтобы придать устойчивости при полете, и ракета не полетела кому-то случайно в задницу. Хотя, кто знает, как она себя поведет. С помощью простых примитивных инструментов делим лист на 2 части и 6 частей. Это нужно для того, чтобы использовать всю полезную площадь. Высота одного стабилизатора получится 5 сантиметров. И будут состоять из 5 оперений. Отметки по центру это места изгибов. Расстояние у каждого может быть разное. Все зависит от внешнего диаметра корпуса ракеты. В моем случае это расстояние 14 миллиметров. Такая массовость производства позволяет завидовать сотрудникам НАСА, которые в течение многих лет делают один дирижабль. Таким образом за пару минут гадим весь картон. С помощью канцелярского ножа делаем небольшие надрезы в местах изгибов стабилизатора. Ножницами отделяем каждую отдельную полоску. А потом ее делим еще на 2. В конце выходят отдельные фрагменты оперения, которые сгибаются посредине благодаря нашим надрезам. Отдельные куски порезаны и теперь их необходимо соединить вместе. Делать это можно с помощью клея ПВА, но намного быстрее получается с помощью стеблера. Рассчитывать стабилизатор нужно так, чтобы он плотно налазил на корпус ракеты. Когда вбит последний гвоздь, смотрим на получившийся шестиугольник. Но сразу предупреждаю, стеблер должен быть хорошим, иначе получится такой же китайский натюрморт, как у меня. Итак, у нас практически все готово. И маленьким экспертам не терпится поскорее оценить проделанную работу. Но рано еще праздновать, потому что нужно собрать все вместе. Вставляем двигатель в корпус, входить он должен туго, и вообще все детали должны быть подогнаны друг к другу. В качестве обтекателя будем использовать грецкие орехи. Они имеют правильную форму и правильный вес. Укрепить его будем в верхней части корпуса, чтобы придать аэрообтекаемости нашей конструкции. И тут нам на помощь приходит скотч, который неоднократно выручал нас в этом деле. Надежно крепим шишку, и надеемся, что ее можно будет найти после запуска и съесть. На данном этапе выглядит все достаточно подозрительно, потому что не хватает стабилизатора. На самом деле, все отдельные элементы, типа корпуса, двигателя и всего остального, несутся на место запуска отдельно, и собираются уже по ходу дела. Все, чего не хватает на данный момент, так это колец для направляющей. Делать их будем из медной проволоки. Толщина ее может быть абсолютно любая. Главное, чтобы длина была примерно по 4 сантиметра. С помощью отвертки делаем полукруг, и плоскогубцами загибаем, чтобы придать особую форму. Направляющая, это длинная спица, на которой ракета набирает свою начальную скорость, что позволяет лететь ей точно вверх. Когда кольца готовы, фиксируем их на ракете. Одно должно располагаться сверху, одно посередине, одно снизу. Смотреть они должны вдоль всего корпуса, и быть между оперениями стабилизатора, которые также необходимо закрепить к корпусу с помощью скотча. Иначе во время полета стабилизатор отвалится, и ракета полетит взад. И на этом этапе сборку можно считать завершенной. Продемонстрированный способ позволяет собрать целый арсенал пиротехники за короткое время. Также не стоит забывать о технике безопасности. С помощью подобных вещей можно легко устроить лесной пожар. Ну что ж, теперь дело за экспертами. Посмотрим, что они нам скажут. По итогам голосования, получился очень неплохой результат. Семь какашек. С такими щедрыми оценками родилась одна очень интересная идея. Если сопло двигателя можно набивать чем угодно, почему бы это не сделать с помощью мышиных какашек? Не пропадать же добру. Засыпаем материал в двигатель, хорошенько набиваем, и получаем эксклюзивную вещь. Найти бы покупателя на неё. А посмотреть на запуск можно будет в одном из следующих выпусков. А на этом всё. Не подписываемся на канал, ставим дизлайки. Вот так вот, вот так. Аааа! Субтитры сделал DimaTorzok